Ну а что, если встроить в гарнитуру бритву, добавить туда какую-нибудь трубочку для поглощения чего-нибудь жидкого, добавить сверху какой-нибудь... Получится айфон. Да, сверху добавить козырёк, чтобы защищал от солнца, встроить туда блютуз, чтобы можно было ходить на любое расстояние. И получится айфон. А еще можно рельсы проложить в квартире. Да, можно проложить рельсы в квартире и поставить себе даже какую-нибудь мини-котельную, чтобы комментировать на балконе, например. Если балкон не сильно утеплен и в самые-самые такие морозы чувствовать себя практически на улице, даже открывать окна и быть практически наедине с природой. И все это работает на батарейках. Да, страничка непознавательного бреда заканчивается. Сейчас у нас две минуты до начала следующего раунда. Напомню, это небольшая переигровка. У нас была проблема со счетчиком числа участников. И в данный момент видим, что команда готовится чуть меньше двух минут до старта. Напоминаю, это Гранц и Акабы. Акабы ведут со счетом 1-0. Они превосходят несколько своих соперников по заточке. Тем не менее, двоих участников команды Акабы Гранца сумели унести в первом раунде. И сейчас им нужно сделать что-то более эффективное, чтобы достичь успеха. Иначе им придется переместиться в нижнюю турнирную сетку, сетку лузеров. Ну, хотя, в принципе, не все потеряно. Там есть еще варианты добиться даже участия в финале. Минута осталась. Кстати, пришла очередь кота читать заветную фразу. Фразу, кстати, я так и не прочитал целиком. Поэтому кота сделает это за меня более длинно и пафосно. Пафосно? Ну да, ты можешь читать размеренно, знаешь, в таком стиле. Древнего старца такой вот серьезный, такой, да, на совете. Добрый человек Керадил, добро пожаловать в арену империал-сити. Возьмите драгон-херд! Лорды и дяди, страны империал-сити. Я даю вам борьбу в арену империал-сити. Какая-то суета проходит у нас по углам, да. Раскидались, и раскидались, да, 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 да. Кто-то пытается кого-то законтролить. Даже не выбежал из предбанника. В 40 секунд поставил в предбаннике танк, видать, слышал мою речь. А, видели, да. И прям выбежал и начал принимать друида прямо резко. 6-9. 5-9. Так, друльку выносят Киду, посмотрю. Ну, ну, покажи его. Сейчас вот плей внесли с Тин и танк, силизатор и утилизатор. Нет, силизатор и утилизатор. 3-8. Что ж, похоже, повторяют свой предыдущий результат Гранзе. Да, только не... Друидочка из Гранзе бегает за Ортезом, раздевает, устанавливает две ноги и начинает бить. Ортез ловит парабойный физдеф, но, увы, парабойный физдеф друиду не поможет. И друиды уносят. А, 2-8. Остается. Вижу танка. Сел, по-моему, остался один танк и раздевает. Ну, да. И, да. Даже, даже в грубом пламени убили танк. Ну что ж. Так. Акабы 2-0. Да, я смотрю. Да. Двоих минус а 0. Мы с чем их и поздравляем. Кроме того, благодарим команду Гранз. Вы молодцы, ребят. Желаем вам успехов в нижней турнирной сетке.